Я уже предлагаю 3 миллиона наличными для тех, кто сможет либо доказать, что электромагнитное излучение СВЧ-ВЧ, то есть Wi-Fi, сотовая связь и так далее, безопасны, либо докажут, что нейтроники не работают, то есть они бесполезны, бессмысленны и не убирают вот это резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источника ВЧ-СВЧ-излучения. По Бединскому, тот, который говорит о радиочастотах, говорит слава. Ребята не знают ни биофизики, не ссылаются ни на гигиенические нормативы, ни на что, то есть они лгут, не понимая о чем разговор. Согласен с Игорем Владимировичем, который назвал всех таких товарищей Моргенштернами. И еще и падение нашей науки приводит в целом к тому, что не просто наука, оно и образование как таковое упало на уровень, я это назвал порог Моргенштерна. И вот то видео, про которое вы говорили, я не увидел там никакой аргументации, ну действительно опоры какой-то на что-то хотя бы. Он и выглядит как мыльный пузырь. А что по факту? Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube. Я хочу вас сегодня познакомить с новым нашим гостем. Наверное, Владимир Николаевич Тюняев вы уже знаете и помните по вопросу электромагнитных полей, излучений и так далее, и защит от них. А сегодня встреча у нас трехсторонняя, и не просто так. Сейчас я представлю нашего нового гостя и соведущего, а потом скажу о главной цели нашего собрания сегодняшнего. И об этом видео, о чем же оно будет. Итак, познакомьтесь. Горюшинский Игорь Владимирович, доктор технических наук, работал много лет, уже почти 30 лет в сфере высшего образования, но имеет большое количество и патентов, и научных работ. И теперь о цели нашей встречи, а потом я передам слово нашим вот экспертам. Начнем, может быть, с Владимира Николаевича, он просто продолжит мою мысль, а дальше уже как пойдет. Итак, многие мои зрители под последним моим видео о 5G, так сказать, Wi-Fi и сотовой связи, прислали некое видео товарища Дениса Ерохина, который прошелся по нейтроникам и по нам, по нашим видео с Владимиром Николаевичем, очень жестко и сильно. Мы проанализируем это видео сейчас. Что же он сказал? Это послужит хорошим уроком для других, кто, не имея никаких знаний, даже, может быть, в какой-то мере и разума, пытается судить о тех вещах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. Речь идет про, еще раз повторю, некоего шизофреника. Почему это слово, термин, диагноз сейчас был употреблен, тоже мы поясним. Дениса Ерохина, некого такого луналикого, смешливого, некого блогера. Значит, так вот, он говорит изначально в этом своем видео, что это мое личное мнение, опыт, ну, как бы, обезопасить себя, хитрый. Но вот он не приводит факты никакие. Зато приводит подлог. Ну, об этом мы скажем, сейчас поговорим. Так вот, вопрос к вам такой. Про мракобесие и то, что Побединскому браво. Вот, кстати, об этом вы, пожалуйста, расскажите, кто такой Побединский для наших зрителей, почему он ему аплодирует. А фактов, аргументов, ссылок никаких не приводит на то, что мы неправы в чем-то. Вот, потом. Ведь любая антенна преобразует пространство, да? И вот в этом он говорит и обвиняет нас в шизофрении, по сути. Ну, и, кстати, скажите, пожалуйста, в этой связи про учебник Минина. Кто такой вообще Минин? Ну, в связи с тем, что можно ли сравнивать товарища Минина и вот некого вот этого Ерохина. Кто это вообще такие, если их сравнивать между собой? Ну, про Онищенко тоже поговорим. Про прибор, в котором фиксируются и оцениваются свойства нейтроника Лоза. Это вы тоже расскажете. Потом про шапочку из фольги, которую любят все употреблять сейчас, говорить и глумиться это тоже. Владимир Николаевич, давайте тогда вам слово. Начните то, с чего вы хотите начать. Прям по факту, по пунктам. А потом уже как пойдет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я коротко вообще остановлюсь вот на том, что сказал Юрий Андреевич. И вот согласен с Игорем Владимировичем, который назвал всех таких товарищей Моргенштернами, как вот такой собирательный образ. И я с этим согласен. Итак, а что по факту на комментарии Дениса Ерохина? Он говорит, что это его личное мнение. Никакого опыта не приводит. Какой его личный опыт в данном вопросе, оценивая наши разработки нейтроник и оценивая человека, как меня, так и Юрия Андреевича Фролова? Опыта никакого не приводит. На 9 минуте 53 секунде по факту совершает подлог, оценивая нашу антенну и акцентирует цену на 1 миллионе рублей. На 12 минуте 7 секунде говорит, что он простой человек. Что такое простой человек, непонятно. На 14 минуте 10 секунде показывает сюжет фан, который мы разоблачили в сюжете. По ссылке вы посмотрите, что они лгут и вносят дезинформацию. На 15 минуте 55 секунде утверждают, что мракобесия. И Побединскому, тот, который говорит о радиочастотах, говорит слава. Ребята не знают ни биофизики, не ссылаются ни на гигиенические нормативы, ни на что. То есть они лгут, не понимая, о чем разговор. По ссылке вы можете посмотреть белую книгу, в которой оценены все работы по влиянию электромагнитных полей на человека и на среду. На 19 минуте 44 секунде озвучивает наше утверждение, что любая антенна преобразует пространство, обвиняя в шизофрении. Но за это у нас в детстве вообще ребята в морду давали, потому что он не знает, что такое СВЧ-безопасность. Пусть смотрит учебник Минина. По ссылке вы также посмотрите на эту литературу и на методические рекомендации Геннадия Нищенко, который приводит, что все частоты влияют на человека. А наши антенны, то есть любая антенна, преобразующая пространство, естественно, преобразует. Любая волна, попадая на любой предмет, и пространство изменяется. И таким образом вторичная волна, вторичное электромагнитное поле изменяется. Это физика, извините, начальной школы. Далее. По ссылкам вы можете посмотреть рекомендации и на книгу Минина. На 22 минуте 20 секунды говорит, что учился в радиотехническом объединении. Учится в университете и в институте, извините. 23 минута 5 секунда, 2 секунды, вернее. Излучение оно есть или его нет, утверждает. По факту он просто не знает характеристики излучения. Какая несущая частота, с какой амплитудой, что такое модуляция, что такое подпороговые уровни влияния. Это все изложено в фундаментальных работах, и вы их можете посмотреть по ссылкам. Ссылки на фундаментальные работы влияния электромагнитных полей на биологию человека, на окружающую среду. Далее. На 25 минуте 30 секунды утверждает, Китай весь мир кормит. Кормит только дерьмом. Это факт. Кормит весь мир Россия. И это все знают. Далее. На 26 минуте 40 секунды говорит, 5G безопасно. Утверждает и, естественно, и наши министры все говорят, что безопасно. И правительство говорит, что безопасно. Это ложь. Потому что все факты, изложенные в белой книге, в докладах специалистов, говорят об обратном. О том же говорят о санитарной норме. Поэтому, уважаемый, в кавычках, товарищ, просто вносит дезинформацию. По ссылкам вы можете посмотреть на все эти документы, которые есть в открытом доступе. На 34 минуте говорит, что не нужно слушать мракобесов. Но за это обычно в морду дают. Потому что, обвиняя кого-либо, он должен, во всяком случае, публично извиниться, наверное, или получить по морде. Так вообще в среде, ребят, принято было. 36 минута 50 секунда. Одевать шапочку из фольги пытается выступить в роли комика или клоуна, непонятно кого. Не понимая, что шапочка из фольги вообще прекращает движение и обмен веществ в организме. Если посмотреть на диагностики по, так скажем, энцефалограмму, то сразу увидите, что это происходит. И в заключение, то, что он говорит, какой-то прибор, показанный нами, и утверждая, что это неизвестный прибор, по ссылкам вы можете посмотреть, вот этот прибор, ЛАЗА называется, есть сертификат. И он говорит, что фольга гасит, ничего фольга не гасит. Вот, посмотрите, никакие излучения, фольга не гасит. А вот нейтроник, нейтроник, он гасит. Вот, можете еще раз посмотреть. Так что все его измышления – это наглая ложь, вранье, дезинформация. И, по большому счету, он, я думаю, за свою откровенную ложь когда-либо получит по полной программе. Благодарю. Ввиду того, что само по себе Моргенштерн сейчас уже такой именно рицательный, да, то есть уже о нем говорят практически, ну, кому не лень, в плане, то есть понимают, что вообще происходит. Ввиду того, что я 28 лет отработал в образовании, преимущественно в высшем образовании, могу, собственно, с уверенностью сказать вообще, что происходит в образовании как таковой. И видеосюжет на эту тему, он уже собрал достаточно большой интерес. И самое интересное не то, что в сюжете, а то, что было в комментариях, что люди подтвердили следующее, что, значит, для того, чтобы сформировать программу, учебную программу для студентов, сейчас есть требования Министерства образования, значит, учебники не старше 10 лет. То есть нам совершают подлог в фундаментальных исследованиях, фундаментальных знаниях, а так как сейчас еще и докторов, действительно настоящих докторов, их становится все меньше и меньше, да, а именно доктора могут себе позволить написать какой-то фундаментальный труд, и еще и падение нашей науки приводит в целом к тому, что не просто наука, да, оно и образование как таковое упало на уровень, ну, вот я это назвал порог Моргенштерна. То есть, ну, первое нужно понимать его фамилия, да, точнее псевдоним, с немецкого переводится как, ну, Люцифер или утренняя звезда, да, то есть мы знаем, что это за образ, и как бы он ни был в каком контексте произнесен, это уже образ падения, да, то есть стремительное падение, которое демонстрирует эта фигура в социальных сетях и так далее, она, в общем-то, уже вызывает протест. И, соответственно, вот это такое хайповое поведение, оно подводит к тех, кто в каких-то других направлениях, ну, что-то даже и имел какую-то свою меру понимания, подводит к именно хайповому поведению. И вот то видео, про которое вы говорили, я не увидел там никакой аргументации, ну, действительно, опоры какой-то на что-то хотя бы. То есть там на тот самый мыльный пузырь, который был создан в этом видеосюжете, да, то есть он и выглядит как мыльный пузырь. И вот этот видеосюжет, то есть наша с вами вот втроем встреча, она была и вызвана тем, что, а что по факту, и рубрика такая, да, а что по факту. И вот здесь я как раз передаю вновь слово Владимиру Николаевичу, да, то есть вот теперь в большей степени, да, первые исследования в этой теме, когда они были сделаны? Первые исследования были сделаны в конце 19 века Василием Яковлевичем Данилевским, который опубликовал работы по электромагнитным полям и вывел, факт определил, что они изменяют реакцию, реактивность, то есть нервной системы, повышают возбудимость под влиянием и других раздражителей, имея в виду как раз электромагнитных полей. И установил эффект последствия повышения возбудимости даже после отключения влияния электромагнитных полей. Это было, извините, уже практически около 130 лет назад. А потом вы по ссылкам посмотрите на доклады Совета Федерации экспертов, там около 20 ведущих специалистов. Вы посмотрите белую книгу по ссылке, где приведены все факты, научно доказывающие, что является электромагнитным полем, на что они влияют и так далее. И здесь еще следует сказать, что вот личное мнение, ну хайп, да, мы вот его определили как Моргенштерна, и он делает подлог, сразу же делает подлог, определяя сумму там, показывая сумму наших изделий там на миллион рублей. Ну, хорошо оценивает, молодец. Вот. Говорит, я простой человек, но по факту он не простой, он вообще непонятно кто такой, не ссылок на образование, в каком-то предприятии работал, обучался, ну, обучаются в институтах вообще-то. И, в общем, никаких данных про его образовательный ценз и так далее. Василий Яковлевич Данилевский первый определил влияние на нервную систему электромагнитных полей. Это был конец 19 века, по ссылке можно посмотреть много статей на эту тему. Его, как основоположника влияния электромагнитных полей на нервную систему приводит Григорьев Олег Александрович в своем докладе, который он делал в Совете Федерации. Ну, я вам еще хочу показать, и по ссылке вы можете найти книгу «СВЧ. Безопасность человека». Вот показываю. Это учебник 1974 года Минина Бориса Алексеевича, который изложил все, какие частоты, на что влияют, какие антенны, что вообще происходит в электромагнитной среде, какое они воздействие оказывают. Но вот это фундаментальные учебные пособия, которые вы можете ознакомиться и посмотреть, что там написано. Есть еще учебник Шапира «Электромагнитное экранирование», где также приводится, мы на него ссылаемся, на те наши изделия, которые мы называем защитой нейтроник. И теоретически мы доказали и подтверждено это фундаментальными работами, опубликованными, рецензированными и так далее. Плюс, если мы говорим о проблеме, то все изложено в белой книге, в докладе специалистов, их более 20 ведущих институтов. И вот это факт. Вот что по факту у нас. И опыт личной моей работы в Федеральном центре госсанэпидемнадзора по измерениям десятилетней и 25-летний опыт работы создания защитных устройств. Более 40 исследований в лабораториях, институтах ведущих, которые я могу перечислить. Институт медицины труда, институт медицины катастроф, институт биофизики сегодня Бурназяна, в Зальцбурге ведущая клиника по подпороговым уровням исследований. И многие-многие другие, в том числе и лаборатории госсанэпидемнадзора, в том числе и другие институты сверхчистых материалов, которые сделали фундаментальную работу полугодичную. По сравнению нашего устройства с другими, в том числе и военными устройствами посылки, вы можете посмотреть на эти исследования и протоколы, в конце концов. Вот это по факту. Владимир Николаевич, я прошу прощения, можно я здесь дополню, потому что Владимир Николаевич показал труд 1974 года, правильно? Да, да, да. Да, так вот, чтобы написать этот труд, если мы откроем, значит, страницы, последние страницы этой книги, мы наверняка найдем список использованных источников, что явилось базой. И там, вот чтобы написать такой учебник, а это учебник, да, нужно понимать, что там были приведены труды как минимум на 100 лет. Ну, не минимум, да. Более 200 источников, вот здесь. А у меня есть ссылки на источники, это делал Институт медицины Катастроф, более 400 фундаментальных источников по влиянию электромагнитных полей на человека. Вот, представьте себе, это фундамент, это вот как раз эксперт. Кто такой там Побединский? Так же там данных не приводится, но хорошо знает радиофизику, приводит чисто физические процессы, которые происходят в поле. Но ни слова о биофизике, вот ни тот, ни другой, вот они Моргенштерны, потому что они вообще не знают, что такое биология. Юрий Андреевич, вы знаете прекрасно, что такое биология, вы специалист. Ну, то есть, можно сказать так, вот мы с вами об этом во многих своих видео совместных говорили, что все эти товарищи, особенно любят радиофизики об этом говорить, сразу заявляют, что все это мракобесие, потому что и начинают про тепловой нагрев, грубо говоря, про примитивные физические явления, но никогда они, вот я не понимаю, это что, дегенераты, я просто по-другому сказать не могу, когда люди, что не могут понять, что клетка, уникальная живая система, что нет отдельно взятой науки, вот они занимаются конкретно отдельно взятой обрубленной наукой. Но смесь физики, биологии, химии и других направлений, и биологических разных наук, таких как экология, это отдельная фундаментальная биологическая наука, и прочих, биофизика, биохимия, и только химии в институтах, три преподают, неорганическую, а органическую, биохимию, и вот все это и многое другое, это и есть академические знания. Добавим к этому науку логика, а это наука, очень серьезная наука, и прочее, и прочее. И что визжат эти комары? То есть они, вот именно аргументация, логически обоснованная, основанная на знаниях научных, которые действительно, вот если аргументы человека опровергают то, что сказал другой человек, это да, доказательно, обоснованно, а другой не может контраргументы привести, доказывающие обратно, это понятно. Но если этого нет, тогда что это? И действительно, вопрос, для какой аудитории? Для таких же, как и он, дегенератов, что ли, получается? Которые вообще ничего не... Ну вот я боюсь, что... Я смотрю там по комментариям точно такие же товарищи Моргенштерна сидят. Извините, Юрий Андреевич, я хочу добавить, Игорь Владимирович, вот будучи на заседании на круглом столе, который коммунисты в Госдуме организовали, по проблеме влияния цифровой школы на население родителей Москвы, возбудились, мамочки собрались там сто человек. Аналогично все замминистры выступающие по цифровизации, вы можете там увидеть Шадаев, как отвечает на вопрос, он вообще не отвечает, это такой же Моргенштерн, и они все утверждают одно и то же. Кстати говоря, хочу подчеркнуть, что главный специалист по детям и подросткам, Владислав Ремирович, вот я с ним сюжет сделал, и он не ответил, что никаких исследований нет, ни по экранам, ни по роутерам, ни по вообще сегодняшней ситуации. А удивительно, я говорю, а как же вы тогда время использования увеличили до четырех часов? По барабану. И он не отвечает, он говорит, вот, без аргументов так же, кстати говоря. Это абсолютная аналогия, как помните, то видео, где в Америке установщики, все эти распространители 5G системы, да, они сенатору отвечают, да, сенатор, мы не знаем, не проводили и так далее. То есть ощущение, полное ощущение, что во всем мире, ну это и есть глобализация, это самое, но в общем, широком плане, а по сути, это тот самый геноцид над человечеством, который осуществляют определенные силы через разные, посредством разных средств. В том числе и этого, причем тут два в одном, как минимум, и уничтожение здоровья, так, общем, да, и мягко говоря. И второе, полная дебилизация, ведь эти все сети и, скажем, мощности, вот эти СВЧ и так далее, они же, так сказать, приводят психически, не только, кстати, да, еще подраздел. И психические заболевания, психологические проблемы, и еще и, так сказать, неадекватность мышления, и ухудшение памяти, и все связанное с логикой мышлением просто уничтожается. Это видно, как это прогрессирует по мере роста, так сказать, во-первых, средств вот этих электромагнитных излучений, во-вторых, по мере того, как внедряют программу вот этого школьного обучения институтского. И действительно страшно представить, какие специалисты и кто встанет на руководящие места через каких-нибудь там 10 лет. Вот, Игорь Владимирович, вам слово тогда, наверное, вот по поводу обрезания нашей памяти, обрезания научных исследований. Мы сейчас это повсеместно видим. Вы посмотрите, что говорит тот же профессор Речко по сегодняшней ситуации, что говорит Гундаров. Вообще никого не слушают, специалистов нет в тех руководящих структурах, которые принимают решения по сегодняшней ситуации. Вот оно подтверждение слов Игоря Владимировича о том, что обрезают практически все, сводят это до примитивных утверждений, не основанных абсолютно ни на какой доказательной базе. И знаете, что еще меня в этом деле тоже бесит? Вот какое количество действительно бывает под разными видео тех же писем, когда люди откровенно нахамят, какую-то глупость сморозят, вот как в последней инстанции, так сказать, не основываясь ни на чем. И при этом говорят так безапелляционно, как бы оправдывая все, что они навалили, так сказать. Что это мое мнение? Вот это, знаете, мое мнение? Какое мнение? Ну, чтобы ты, если ты человек, то мнение твое, человека, должно быть основано на каких-то, я говорю, умозаключениях. Ну, где они, эти умозаключениях? Просто нет. То есть до такого приентивизма, до такого степени такой развития, вот этой прогрессирования, деградации сейчас доходит. И самое страшное, что люди с этим начинают свыкаться. Вот это вот еще, даже интеллектуально. И уж и не скажи слово поперек, уши не заткни хама наглеца и балабола. Ну, в общем, слово вам. Позвольте здесь свою меру понимания скажу, почему вот этот порог Моргенштерна, вот такой термин сейчас сформировался. Ну, нужно вспомнить слова Грефа, который сказал так, что людям нельзя давать знаний, их нужно учить умением. То есть человека, современного человека подводят к тому, что он должен уметь нажимать на кнопки и заказывать там через Берсети какие-то продукты, услуги и так далее. То есть вспомним нашего бывшего министра образования, который сказал, в советские времена мы готовили инженер-творец. Сейчас человек-потребитель. Но это уже крылатая фраза, которую уже, наверное, ее все знают. Так вот, что сейчас, опять же, если смотреть, что мы сейчас потребляем. Вот то поле, в котором в свое время Борис Константин Чаратников сказал, что поле формирует сознание человека. Ну, коротко, да, так если. Вот что сейчас происходит. Если посмотреть тот же YouTube, я не говорю телевизор, я его не включаю, в смысле, с 2010 года у меня его нет. Если посмотреть на YouTube, я могу сказать про свой первый канал, который у меня был, Игорь Гарюшинский. Там где-то 89 тысяч подписчиков. На этом вдруг канал закрыли, прилетело 13 или 14 страйков. Три страйка прилетело по темам. По темам это вышки сотовой связи мы с Владимиром Николаевичем обсуждали. Потом рамки в метро мы тоже обсуждали. И школьные интерактивные доски, и там роутеры, и все вот эти вот дела. Все это подвязали к теме ковид и прочие там какие-то чтят они там правила YouTube и так далее. Так вот, смотрите, что сейчас происходит. Идет намеренное продвижение тех видеосюжетов и тех, скажем так, каких-то программ, тот же YouTube продвигает, который, где идет, к примеру, час целый о чем-то и ни о чем. То есть вот всегда своим зрителям спрашиваю, точнее рекомендую, когда вы что-то смотрите, законспектируете, а с чем вы уходите, да, или там тренинг ли провожу, там, или какую-то лекцию. Всегда задаю вопрос, с чем вы уходите. То есть человек, это помните, как у Штирлица, да, запоминается последние пять минут, да, то есть с чем человек уходит. И по факту, вот почему мы такую рубрику, да, а что по факту в сознании человека сейчас формируется на том, что он получил в каких-то учебных заведениях, допустим, допускаем, ну, к примеру, это высшее образование, возможно, это техникум, да, то есть он получил там какие-то знания, и он уже, в принципе, это его достижение. Это чисто психологический момент, который человек говорит, я что-то из себя представляю. Это в лучшем случае, да, вот. А что происходит в худшем случае, когда человек, в принципе, не получил никакого образования, но получая вот это вот за счет искусственного интеллекта, получая вот эту вот жвачку, которая подается тем же вот искусственным интеллектом в Ютюбе, у человека начинает формироваться эго, что он что-то знает. Но знание человека формируется не менее чем в течение трех месяцев. То есть это регенерация клетки, вот в течение 90 дней происходит регенерация клетки головного мозга. И вот почему я все-таки Владимира Николаевича толкал на то, чтобы озвучить еще более, скажем так, ранние источники, давайте так говорить. Вот эти изучение волн, воздействие волн, изучение, в принципе, мозговой активности, частоты мышления человека еще занимались вкупе Бехтерев, Циолковский, Дуров, Бернард Кожинский. Труды, вот того же труды Бернарда Кожинского, они достаточно глубинны. И вот их в первую очередь как раз Борис Константинович Ратников рекомендовал. Именно чтобы понимать, что частота нашего мышления, вот эти вибрации нашего мышления формируют чистоту нашего пространства. Разница, казалось бы, в одну букву, да, но если по буквице посмотреть, буква А, это божественное. Это то, на чем человек формирует свое поле. А вот чистота – это образ этого поля. И мы помним Вселенский Кон, который гласит следующее. Что внутри, то и снаружи. Что снаружи, то и внутри. Так вот, попадая в поле воздействия искусственного интеллекта, социальных сетей, человек попадает как раз в ту самую ловушку мнимого знания, которое формирует вот этот вот мыльный пузырь, что потом в дальнейшем влияет как раз именно на то, что нет фундамента знаний, нет причины следственных связей, но формируется вот этот вот навык. Нажми и напиши какую-то гадость. Я скажу, вот в свете использования вот этого кона, то есть что внутри, то есть снаружи, когда на мой канал попадают что-то, что пишут хамские комментарии, я обычно пишу так. Вынужден грязь защищать со своего канала. Точка. Прошу на выход. Извините, но если мы будем допускать в наше пространство всякого рода порог с порогом Моргенштерна, то мы сами будем заражаться этим. И вот я считаю, я сейчас завершаю последнее предложение. Так вот, человек должен прежде чем делать какие-то выводы, тем более нажимать на клавиши что-то писать, сначала очень хорошо должно задуматься. И в нашем сознании всегда у наших предков было такое понимание. Утро вечера мудренее. Чтобы сказать какую-то правильную вещь, нужно сначала с ней прожить, избыть. Ну, это не для таких людей, безусловно. Потому что они то, сию минуты, сию секунды, что хотят, то и пишут. По сути, выливая негатив, описывая всякие глупости свои, они не просто показывают себя идиотами, они просто, как бы сказать, защищая, пытаются таким образом, как страусы голову в песок засунуть, вроде бы подсознательно, понимая, что проблема есть, но они так любят эти гаджеты. Это для них целый мир. Они не готовы отказаться от, так сказать, беспроводной связи. Ведь никто не говорит. И мы не говорим, что отказываетесь от интернета. Но есть же интернет, который был вот десятилетия назад, проводной, нормальный, безопасный. А они-то хотят все, чтобы в туалете сидя, так сказать, у них там 100 мегабит секунды, так сказать, было и так далее. Вот о чем речь. Так вот, и я хочу таким людям следующее сказать. Я, во-первых, тоже таких просто баню сейчас, потому что в диалоге вступать с дебилами, а по-другому их не назвать, вот кто огульный, глумливо, нагло, нахально, по-хамски, вот это все пишет. Так вот, я их просто баню. Но скажу наперед тем, кто сможет прослушать вот эту нашу запись, и будучи точно таким же, вот про кого мы сейчас говорим, скажу следующее. Ведь и всем людям, уже во многих своих видео, в том числе не мог это не слышать, и гражданин Ерохин, вот этот Денис, значит, и другие товарищи. Кстати, кого он там привел, в пример, какого-то Погребинского? Ну, я думаю, что он тоже должен был слышать. А если нет, вы, фанаты, поклонники Погребинских и Ерохиных, скажите им, передайте. Ведь я же предлагал много лет назад, еще с Владимиром Николаевичем тогда, помните, да? Сначала миллион рублей, потом два. А вот недавно я уже предлагаю три миллиона для наличными, для тех, кто сможет либо доказать, что электромагнитное излучение, СВЧ, ВЧ, то есть Wi-Fi, сотовая связь и так далее, безопасны. Это, во-первых, либо, то есть уже сразу вот докажет человек, научно аргументированно, причем он может воспользоваться подсказкой из зала, то есть перевести с собой какого-нибудь академика, профессора или даже нескольких. И это зачтется ему в плюс. Так вот, либо докажет, что нейтроники не работают, то есть они бесполезны, бессмысленны и не убирают вот это резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источника ВЧС-ВЧ-излучения. Вот если либо одно, либо другое человек, либо группа людей докажет, то я еще раз подтверждаю, что три миллиона наличными тот человек получит. Как это происходит? Вы пишете, если вы в себе уверены, и вы считаете, что Минин, например, по сравнению с вами, это вообще никто, а вы знаете это все, то приходите, вернее, пишите письмо. Я соединяю вас с Владимиром Николаевичем. Он с радостью огромный в душе. Это будет самый большой праздник, я думаю, да? Пригласит вас вместе с вашими экспертами в какую-нибудь студию. Уж найдем это дело техники в Москву, например, и оплатим переезд. Нет, вернее, не так. Вы за свои деньги, но если вы победите, даже переезд оплатим и все остальное, проживание в гостиницах, все, что хотите. И вы попробуете это сделать. Ну что ж, у вас же есть шанс, и мы по-честному это предлагаем. По-моему, честный диалог, да? И, по крайней мере, вот то, что я сейчас говорю, это прям, ну, не может не порадовать, особенно тех мрогенштернов, которые так любят деньги. Не правда ли? Ну, вам и карты в руки. У вас есть уникальный шанс нас размазать, действительно, так сказать, публично заявить, что мы неучи после вашей победы аргументированной научной. Поэтому я с радостью еще раз и от себя и от товарищей, вот присутствующих в этой скайп-конференции, приглашаю вас проявить свой интеллект, знания, соответственно, вашу эрудицию и победить нас в честном, открытом, аргументированном бою, а не как поганые крысы, хихика и радуясь со своими собратьями-дебилами. Ну что ж, хорошее у меня предложение. Позвольте, когда я васслушивал ваше предложение, у меня такое думаю, ну, а почему вы не получите три миллиона? Потом, когда стал складывать за и против, понимаю, что в эту сторону играть смысла нет. Я добавляю полмиллиона своих к вашим трём с половиной. Отлично, супер просто. Уважаемые коллеги, а я предлагаю обеспечить всех школьников Москвы нетрониками, если кто нас победит. Полтора миллиона, вот у меня есть такая масса нетроников, я могу всех школьников Москвы, всем, если, при условии, если кто нас победит. А, вот так даже. Ну да, вот в добавлении к тем предложениям, которые вы озвучили. В общем, дорогие товарищи, у вас есть шанс просто, так сказать, и разбогатеть, плюс к тому, у вас есть такая возможность и прослыть, в общем, такими благодетелями для кого-то, плюс интеллектуальными такими мега крутыми товарищами, ну и вот заработать. Давайте, давайте, пишите письма, но, кстати, я хочу сразу здесь сказать, почему-то, к сожалению, пока вот разумных, адекватных писем, то есть тех людей, кто действительно говорит, да, сейчас мы вас разобьем мигом, а ну-ка, давайте где встречаться. Вот таких почему-то не было за уже лет пять, наверное, таких наших предложений от миллиона до трех. Жалко. Ну, может быть, как раз передадите вы вот подобным-то. И еще, дорогие друзья, вы знаете, я вас что очень прошу, вот прям уже наших адекватных и благодарных зрителей, я вас прошу, помогите, мне по крайней мере прям помогите. Писем под моими многими видео бесчисленное множество. Я и мои помощники не можем за всем уследить. Если вы, дорогие зрители, увидите подобных глумливых, кого я по какой-то, по какому-то недоразумению не удалил, не забанил, хамов, то, а вот просто письмо, который, ну, в котором человек, скажем, выражает недоумение, или, а неужели вот этот человек прав, некий Ерохин, таких, конечно, я никогда не баню, я хамов, наглецов, ну, или полных идиотов, с кем дискутировать биснес. Так вот, если кто-то из вас услышит письма со ссылками на неких аналогов Ерохиных, ну, действительно, правильных назвать мангерштернами всякими, такими, нутыми, то тогда, пожалуйста, пришлите им это видео с поняткой минутки, им же лень смотреть все, где они услышат о заманчивом предложении. И давайте, пожалуйста, поможем им, и, кстати, их зрителям, ведь у них же, у этих героев, будет возможность победить в честной схватке. Вот и все, давайте, ну, какие проблемы. А если нет, тогда любой разумный человек должен сделать адекватный, логичный именно вывод, что эти люди трепло, болтуны, ничтожество, слезняки, они боятся, они понимают, что кроме трепа ради хайпа таких же дегенератов они ничего сделать не могут, они действительно, ну, как бы, так сказать, пытаются себя проявить, выразить, так сказать, вроде бы сделать самоуспокоение внутреннее, что они состоявшиеся люди, потому что у них есть определенная кучка поклонников, что они вроде бы значимы в этом обществе. Но на самом деле это, конечно, не так. Только разум, только знание, только эрудиция, логика и тому подобное могут сказать, что да, человек здесь состоялся, ведь человек это творец, действительно, а не тварь. Ну, вот давайте делайте выводы, на чьей вы стороне. Вот, пожалуй, наверное, все. Если что-то есть добавить нашим товарищам, пожалуйста, добавьте. Позвольте, я в какой-то степени здесь даже, может быть, сделаю заброс такой на следующую тему. Это к вопросу о том, а что может произойти, если и так дальше порог, как говорится, плинтус Моргенштерна будет проваливаться и дальше. А дальше может произойти следующее, собственно, то, к чему идет. Во-первых, сейчас, если посмотреть, то из многих библиотек вынимают и выкидывают источники, достаточно, скажем так, почтенные источники. Это раз. А теперь следующий момент. Об этом уже в Америке это было такое, отключали там электричество, что-то, интернет отключался. А вот теперь представьте, очень многие носители вот этой вот информации электронной, да, то есть они, собственно, зациклены либо на телефоне, либо там даже на USB-карте. И смотрите, как может все очень просто случиться, так, как это было в Третьем Рейхе, во время Третьего Рейха. То есть тогда сжигали литературу, сейчас ее сами же, да, то есть вот библиотекари выносят там по постановлению. Я не обвиняю ни в коем случае никого. Это к вопросу о том, что мы ушли от напечатанных книг, мы все перешли, как вы сказали, вот это вот гаджеты, да, так я называю, новая религия, айкона. Люди идут и кланятся вот этой вот айконе. Так вот, что может произойти? А вот те, кто все это ведет, и те, кто выращивает таких Моргенштернов, в один непрекрасный момент они просто отключат всю эту электронную систему и перезагрузят. Что останется в голове у человека? А вот это вот очень большой вопрос. Благодарю за внимание. Да, вы знаете, я в этой связи прям добавлю. Дорогие друзья, вот что я, наверное, редко тоже говорил, ну просто, ну к слову не было, не приходилось. Я советую всем вам, кто хочет, ну шанса светлого будущего для ваших детей, внуков и других поколений, вот что делать. Во-первых, покупайте, пока есть еще возможность, старый учебник, есть проект, сталинский учебник, да, покупайте все, что можно, книги переиздания, старинные, у кого возможности есть, распечатывайте, пока есть интернет, и в нем еще есть правдивая информация, различные работы, начиная от научных, что вас интересует, до самого главного, это работы по сельскому хозяйству, по жизни быту на земле, потому что все может в один день кончиться, в электронном океане плавать вы не сможете, а столкнетесь с реалиями жизни, а жизнь и основа основ всей экономики, кто бы какую фигню не нес, это земля родная, да, так сказать, и вот если вы оторваны от ее корней, то мне очень вас жаль, вы хорохоритесь, голумитесь, пока вы можете ходить, так сказать, в магазины, заказывать кнопку, и вам привезут доставку, и тому подобное, но это может когда-то и кончиться, причем по разным совершенно причинам, да, и если это произойдет, то вот, как бы, знаете, есть пословица, хочешь мира, готовься к войне, хотя бы даже для всех разумных людей, скажу так, так вот, распечатывайте, вы в печатном виде, знаете, когда-то был такой, давно-давно, ну, так оно не случилось, но он был прав, по сути, вот метод Кашастова был такой в интернете, есть такой, где он рекомендовал некий товарищ, ну, во-первых, иметь в себе запасное местечко где-нибудь, если у кого дачи нет, подальше от городов какой-нибудь хутер или там, это поселение, и пока в городе все в порядке, распечатывать важную информацию, которая для жизни пригодится и складывать где-нибудь некое личное хранилище ценной информации создавать, опять-таки, на жесткие диски переносить, пожалуйста, не обязательно распечатать компьютер-источник бесперебойного питания там, и если даже интернета не будет, то у вас будут уже носители некие, да, там, лучше продублировать на несколько жестких дисков, ну, вдруг рассыпется или что, и так далее, на дискетке, на разные картридеры и прочее. Вот, в общем, это, я вот по мере возможности стараюсь это делать сам, значит, архивы довольно-таки большие, плюс, опять-таки, какие-то хорошие фильмы, советские мультфильмы и так далее, ну, и прочую ценную, важную информацию. И, вот, вообще, эта тема очень важная, и надо над ней поразмыслить, и я бы, честно говоря, даже, вот, был бы рад, знаете, какой встречи, беседе, по поводу ценных, которые каждый из нас, например, мог бы дать, один ум хорошо, а несколько лучше, чтобы сейчас, пока еще, вот, мирное небо над головой, что можно было бы сделать, и как, ну, по возможности максимально подготовиться разумно, чтобы потом можно было бы как-то и выжить, и, собственно, жить и строить новое уже общество. Отличное предложение, есть что сказать по этому поводу. Отлично. Ну, что ж, дорогие товарищи, зрители, я думаю, на этом все, вот пусть это видео вы расцениваете, я советую, как некое такое вот вступление, прелюдию к дальнейшему, более даже интересным и важным темам, и пусть неким вот этим зерном, основой послужило к данному видео, так сказать, ролик, некого Ирохина, хотя мы глубже гораздо ответили, и вот наперед, подобным, разом, вот, людям, на их доступном языке, денег, например, сказали, как они могут себя и прославить, и разбогатеть. Ну вот, к тому же, действительно, зерно на будущее заранили, очень важные темы. Напишите в комментариях под этим видео, что вам больше всего интересно, задавайте вопросы, на основании этих вопросов, и ваших, ну, разумных, аргументированных писем, мы сделаем обязательно одну, а может быть, несколько, по разным темам бесед, в которых раскроем вот эти интересующие вас темы. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всего хорошего, дорогие соведущие, и дорогие товарищи зрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok